Эмоциональный интеллект Эмоциональный интеллект Я говорю, нет, ты меня бесишь Потому что в данном случае это как нападение И он воспринимает как нападение И дальше будет конфликт А когда я говорю Когда ты берешь мою машину И ты ее не моешь Я просто бешусь, дорогой, понимаешь? Да, я не давлю себе эти эмоции Но я их выражаю Я говорю о том, что я чувствую При этом в этом нет обвинения Но человек слышит И, кстати, очень многие вещи меняются Эмоции надо уметь выражать Особенно негативные эмоции Потому что если вы их не выражаете Вы наносите себе вред Самая сильная эмоция, которая наносит вред Это эмоция обиды Обиделся Эта эмоция, знаете, вся Возвратный глагол Обиделся сам себе нанес вред Вот тот человек С ним все нормально Обиделся я Вот И поэтому Она, кстати, сильные обиды В совокупности с такой гордыней Они доводят даже до раковых заболеваний Мы знаем, что эмоции Они могут лежать в основе многих Соматических заболеваний Смотрите Как можно отличить человека С высоким эмоциональным интеллектом От человека с низким эмоциональным интеллектом Очень просто И те, и другие испытывают негативные эмоции Но Человек с высоким эмоциональным интеллектом Эмоция пришла Через него прошла и ушла А человек с низким эмоциональным интеллектом Он застревает в эмоциях негативных Долго ходит и держит обиду Может всю жизнь прожить в депрессии Да Вот эта тема очень важная Поэтому Если человек начинает осознанно относиться к эмоциям С ними работать То Этот процесс Он У него Ну как бы Он перестает застревать Бдалай-Лама, кстати Сказал Что Удивительную вещь он сказал Что Кстати, буддисты Они целью своей жизни Сделали работу с негативными эмоциями Потому что они считают Причина Всех Негативных событий Которые происходят на земле Это Вот Негативные эмоции Которые испытывают люди Почему? Потому что Знаете Вот есть сообщающиеся сосуды Здесь у нас мозг Здесь у нас эмоции Ну В спокойном состоянии Человек хорошо мыслит Правильно? И как сообщающийся сосудах Если налить жидкость Она вот так ровненькая Как только Мы обиделись Разозлились Или еще что-то Особенно в конфликт Да Особенно если вот Ты бесишь меня Да Вот тебе крикнут Вот так вот Моментально Идет эмоциональный Всплеск Что происходит Сообщающийся сосудах Здесь жидкость поднялась И здесь упала Мы Мозг Падает То есть умственные способности Сразу резко понижаются Вот Поэтому в конфликтах Когда люди находятся в конфликте Они совершают Самые серьезные ошибки Они говорят друг другу Такие вещи Которые просто потом Другу простить не могут Когда уже все приходят Как я вообще мог это сказать? Но ваза упала И уже разбилась Ее уже не склеишь Да И поэтому нужно знать Что как только человек находится Когда он находится в состоянии Повышенного эмоционального возбуждения Умственные способности К сожалению падают То есть это сообщающиеся сосуды И поэтому Если Это очень важно Знать эту тему В переговорах В бизнесе В личной жизни Потому что Ничто так не ранит В личных отношениях Когда супруги Любящие супруги Вдруг в эмоции Их запали Говорят такие обидные слова Конфликт прошел Эмоция успокоилась А слова остались Все Вот Поэтому И Поэтому тема Эмоционального интеллекта Она важная И она Так вот Буддисты Они всю свою жизнь У них Направлена Их работа Внутренняя работа На то Чтобы достигать Спокойства и равновесия Да То есть Не позволять негативным эмоциям Влиять И у них есть такой метод Диссоциации Да Но Дело еще в другом Вот Далай-Лама Он сказал Что Эмоциональный интеллект Напрямую связан С духовным ростом То есть Развитие эмоциональной сферы Человека Развитие эмоционального интеллекта Напрямую связано С духовным ростом То есть Человек Если он Духовный Как правило У него Достаточно высокий Эмоциональный интеллект Проработанные эмоции Вот эта тема Осознанна У современного человека Она неосознанна Вообще То есть Очень-очень отрывисто У кого Ну У некоторых опыт побольше У некоторых поменьше Собственно Этому надо учить И надо чтобы люди Знаете Внимание человеческое Оно в пространстве Вот так рассеивается В школе мы фокусируем его На чем Читать-считать-писать Вот если бы школа Фокусировала Внимание на том Чтобы осознавать свои эмоции И работать с ними Знаете Мы бы совершенно по-другому жили Вообще Мир бы сразу шагнул Вообще Это вот просто реальный рецепт Как можно Улучшить жизнь на земле Я думаю Что люди Относились бы друг к другу Более бережно И уважительно Не было бы Решений Принятых в запале Таких вот К сожалению Люди бы были Больше индивидуальностями И Общество В котором высокий Эмоциональный интеллект Им невозможно управлять Как стадом Не было бы Майданов Каких-то там Революций Прочее Потому что Каждый бы Присутствовал внутри себя Сам принимал решения Ну Управлять было бы Такими людьми Невозможно Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова